SCP-2508 Субъект, проживающий в SCP-2508, далее жилец, обязан занести свое имя, личный номер фонда и род занятий в журнал. SCP-2508-11 следует заполнять один раз в сутки в полдень и ежемесячно обследовать на предмет появления трещин или протечек. При необходимости следует проводить соответствующий ремонт. Люк перед SCP-2508-2 следует держать закрытым при плохой погоде и во время зимы. SCP-2508 следует поддерживать в хорошем состоянии. Архивы следует держать упорядоченными. Следует учесть, что все предметы первой необходимости, такие как продукты и медикаменты, пополняются ежедневно. Наряду с этим жильцу следует протоколировать все новые сведения о SCP-2508. Рекомендуется также записывать мысли, переживания и или сны, которые по мнению субъекта могут иметь значение. Краткость и сжатость записи имеют первоочередное значение. Допускается протоколирование неполной информации, в том числе любых сведений о тех областях, которые могут принести пользу будущим жильцам. Жильцу следует по возможности поддерживать благополучное состояние психики. Более подробная информация на эту тему приведена в исследовательских документах. Ламинированный отсек на столике возле двери предназначен для копии актуальной версии данного документа, которую следует держать там постоянно. Описание. SCP-2508 – дом в деревенском стиле, находящийся в неустановленном месте, а также 0.53 квадратных километра окружающей территории. В доме имеются два этажа, подвал и чердак. Обнаружение SCP-2508 каждым субъектом во всех случаях происходит непроизвольно. Прошлые жильцы дома находили его по разным адресам в разных городах и странах и при значительно отличающихся обстоятельствах. На сегодняшний день неизвестны ни строители SCP-2508, ни первоначальные жильцы, если предположение об их существовании верно. В любое время в SCP-2508 может проживать только один жилец. После того, как субъект попадает на территорию объекта, покинуть ее становится невозможным. Причиной этому служит тот факт, что выходя с одного края территории SCP-2508, субъект появляется в другом. Это зацикленное, либо рекурсивное, географическое пространство исключает возможность покинуть SCP-2508. Узнав эти сведения, читатель, возможно, сделает логические выводы из вышеописанного. Следует разъяснить, что поскольку невозможно покинуть SCP-2508, сам SCP-2508 не имеет действительного местоположения в реальном мире. Передача информации за пределы объекта невозможна. Все материалы, относящиеся к SCP-2508, в том числе и данный документ, не могут покинуть территорию SCP-2508, иначе как при каком-либо непредвиденном развитии событий. Исходя из вышеописанного, если вы читаете данный документ, вы – жилец SCP-2508. С вас – неофициально. Полностью снимаются все обязанности в фонде во внешнем мире. Согласно наиболее перспективной теории, фонд в целом не имеет никакого представления об этом месте. Информация, представленная в данном документе, не проходила экспертной проверки в фонде и является итогом работы каждого из сотрудников фонда, живших и умерших в изоляции на территории SCP-2508. К этому относятся и другие свойства SCP-2508, не имеющие объяснения. Все известные жильцы объекта были сотрудниками фонда и имели уровень допуска не ниже первого. Причины этого явления остаются невыясненными. Но исследователи указывают на то, что, судя по уровню воды в SCP-2508, на момент прибытия жильца, после смерти жильца в SCP-2508 он в тот же день заменяется новым. В зависимости от причины смерти вашего предшественника, вам, возможно, предстоит сделать уборку. Моющие средства и принадлежности для уборки находятся в ванной комнате на втором этаже. SCP-2508-1 – устройство, технически схожее с насосом, выполненное из дерева и металла, и прикрепленное к полу на чердаке. Высота устройства составляет 1 метр. Вода, залитая в устройство, в течение дня поступает в неустановленное место по системе из 6 ПВХ труб малого диаметра, выходящих из нижней стороны устройства и входящих в небольшое отверстие в стене. При первом наполнении SCP-2508-1 вода полностью стекает приблизительно за 30 часов. Табличка, привинченная к устройству, гласит, «Пожалуйста, заполняйте этот механизм один раз в день, около полудня. Мы не сможем прибыть с должной скоростью, если механизм осушится. Надеемся на ваше понимание и добросовестное соблюдение вашей части сделки после того, как мы выполнили свою. Спасибо». Несоблюдение инструкции по наполнению устройства, похоже, оказывает негативное воздействие как на SCP-2508, так и на самого жильца. «Предполагается, что длительное отсутствие воды в устройстве приводит к смерти жильца. Прошлый редактор документа, доктор Ориан, не предоставил объяснений этой гипотезы. Я оставлю ее в документе, так как эта информация важна. Доктор Освальд. Рекомендуется соблюдать эту инструкцию». Номер SCP-2508-2 присвоен участку органического вещества в подвале. Вещество имеет зеленый цвет с небольшими прожилками красного и фиолетового. Объект не является каким-либо известным видом растений. Под воздействием солнечного света, проникающего через открытый люк, подвал оборудован таким образом, что люк находится немного выше уровня Земли. В веществе протекает процесс фотосинтеза. Периодически из SCP-2508-2 прорастают голубые цветы. По утверждению некоторых жильцов, вещество издает звук, похожий на помехи, либо испускает импульсы тусклого красного свечения. Таким образом, оно с помощью азбуки Морзе передает следующее сообщение. «Спасибо, что подкармливаете растения. Тут затруднения на дороге, возможно, не удастся прибыть вовремя». На люке над SCP-2508-2, как и на SCP-2508-1, имеется табличка. Выбитый на ней текст приведен ниже. «Пожалуйста, открывайте люк только в хорошую погоду. Закрывайте его, когда идет дождь, снег или в зимнюю стужу. Спасибо». Приложение. Архив записей в рабочем кабинете наилучшим образом подходит для каталогизации и сбора исследовательских данных для будущих жильцов. Архив также содержит секцию «Прочее», добавленную в тот или иной момент времени. Точная дата неизвестна. Для записи и мысли тех, кто оказался здесь заточен, вы можете ознакомиться с тем, что написали ваши предшественники. Ниже приведена выдержка, призванная подготовить вас к дальнейшей жизни в этом месте. Когда это произошло, я ехал в машине домой. Оставалось еще минут 30 езды по проселочным дорогам. Я был пьян в Халамину. Тогда был один из тех случаев, сценарий класса ХК предотвращен, давайте это обмоем. Так что я без зазрения совести выглушил вина, больше своей нормы. Я подъехал к дому, припарковался криво. Передние колеса взрыли траву на газоне перед домом и поплелся к двери. Немалыми усилиями я вставил ключ в замок и сумел-таки открыть двери. Но когда я осмотрелся, выяснилось, что это вовсе не мой дом, а это место. Я был ошарашен и вышел на улицу. Конечно, думал я, забрел на пьяную голову в чей-то дом. Но даже на улице все было не так, как должно было бы быть. Не город-пригород, а сельская местность. Машина стояла там же на асфальтовой дороге, которая превратилась в грунтовку, все стало по-другому. И совсем не так, как раньше. Все это было 23 года назад. Не сомневаюсь, что в должности О5 меня давным-давно заменили кем-то еще. Ответов у меня было очень и очень мало, и это совсем не радует. Время от времени мне попадается чей-то старый башмак или фотография человека, который жил здесь до меня. И это напоминает мне о том, как мы все здесь оказались, невольниками на службы этого безвестного и безысходного места. В последнее время все чаще накатывают облака, а растения в подвале жужжат больше обычного. Я слышу, как в стенах булькает в трубах вода из той старой и пыльной машины. И иногда я пытаюсь отыскать, куда она уходит. По-моему, она течет куда-то дальше дома, на лужайку перед качелями. Иногда я лежу в траве, и когда все вокруг тихо, я отчетливо слышу шум откуда-то из-под земли. Похоже на какой-то часовой механизм, шестерни которого тихо гудят. Не знаю, что он значит, и вряд ли когда-нибудь узнаю. Вне всякого сомнения, самая загадочная вещь в этом доме – одна малость. В рабочем кабинете стоит компьютер, и судя по виду, мало что в этом доме старше него. Он определенно фондовский, но внушает тревогу, мягко говоря. Уверен, если бы об этом знал фонд, мы бы знали тоже. Но если это так, то как объяснить, что аномалии присвоен номер? Был ли он взят случайно? Или же он действительно проходит по каталогу мира по ту сторону? Полагаю, отсюда нам ответ на этот вопрос не найти. Иногда мне кажется, что я жду чего-то или кого-то. Не жду, что кто-то придет меня спасать, но словно бы жду чего-то прихода. Мне снятся сны о том, на что будет похожа эта встреча, и почему она вообще состоится. Но в глубине души я знаю, что скорее всего умру здесь. А долгое ожидание станет бременем для кого-то другого, кто будет ждать чего-то, затаив дыхание. Но чего именно? Этого нам знать не дано. Может быть, когда-нибудь я пойму, как пополняются запасы воды. О5-07